Во время Великой Отечественной войны Степан Степанович Дуплей пережил нацистскую оккупацию и его угнали на территорию Германии в качестве раба. Из плена он два раза пытался бежать, но удалось это сделать только на третий раз. После этого Степан Степанович примкнул к советским разведчикам и продолжил войну на фронте. В этом году третьей студенческой конференции «Наши деды ковали победу» решили присудить имя ветерана. На ней студенты делают доклады про своих родственников и рассказывают нам о них. Это по счету третья конференция. Первая прошла в 2019 году, потом в пандемию она проходила дистанционно, и в этот раз мы собрались в очном режиме. Конференция в Саровском политехническом техникуме проходила совместно с организацией «Дети войны». В начале встречи о Степане Степановиче Дуплее рассказал преподаватель Михаил Савин, а потом студенты первого курса представляли доклады о подвигах своих родственников, которые пережили военные годы. Сегодня, конечно, очень приятно видеть столько ребят в такое тяжелое время, которое сейчас оно у нас в этом году. И что ребята помнят про своих дедушек, про бабушек, про дедушек, и сегодня все нам расскажут о том, как воевали они. Студент Максим Семочкин рассказывал на конференции о своем прадеде Иване Ивановиче Семикове. О том, что в его роду есть ветеран, Максим узнал от папы. Я нашел про него информацию в интернете, даже ту, которую не знал мои родственники – бабушка, дедушка и папа. Чтобы эта память сохранялась на долгие года, потому что это все забывается. Студенческие доклады всех трех конференций будут изданы в специальном сборнике. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова